Домовая территория? Нет, нет. Домовая по тротуару. Там управляющая чистота. Вот это не хранится. То есть получается, что вы деньги тратите из бюджета? Да. Это же просто. Несмотря на режим жёсткой экономии, в районной администрации готовы выделять дополнительные средства на нужды субъектов. Но решать проблемы, как говорится, нужно на берегу. Андрей Трубецкой заявляет о том, что возможность привлечения дополнительной спецтехники нужно прописывать в муниципальном контракте в момент его заключения. Это же касается и оформления документов. Что на бумаге написано, то и получается. При посещении городского поселения Белый Яр я обратил внимание, что в принципе тупиковая территория, многоквартирный капитальный дом, то есть он не оформлен как дворовая территория, он оформлен как проезд. И содержание дворовой территории – это, конечно, уже обязанность управляющей компании. Ну и, конечно, призываю и глав поселений всё-таки принципиально и жёстче подходить к муниципальному жилищному контролю, к работе подрядчиков, потому что, пожалев подрядчика, население нас точно не пожалеет. В посёлке Барсово утверждают, что на сегодня все основные дороги почищены. Вовремя мобилизовали силы. Даже в снегопад магистрали старались сохранять чистыми. А теперь проблемные места – это проулки и подъезды к калиткам частных домов. Сложность в том, что они не включены в контракт. Их просто-напросто нет в общем плане. А значит, и деньги на уборку снега здесь не выделяются. Понятно, что этих мест в кадастровом плане, то есть в плане в контракте их не предусмотрено. Мы уже идём навстречу, то есть просим подрядчика где-то такие нюансы устранять. Снег протается. И активно тает. Понятно, что сейчас мы думаем, что будет проблема с лужами. Потому что всегда есть места подтопления, куда вода сходит. И здесь будет очередная у нас борьба со стихией. По сравнению с прошлым годом на ремонт и содержание дорог из районного бюджета выделено на 18% больше – всего 140 миллионов рублей. Сама собой возникает мысль, что при увеличении финансирования качество работ не только не должно страдать, а ещё и улучшится. Однако, по мнению многих жителей, ситуация со снегом в Сургутском районе так себе. Администрация, чтобы нивелировать проблему, запустила флэш-моб «Чисто ли в районе?» 170 обращений уже отработали. Причин и оправданий можно найти множество. Превышение нормы осадков, нехватка техники. Но, как оказалось, возникают проблемы и с организацией работы у новоиспечённых и неопытных. К примеру, такая ситуация сложилась в Сытомино. Так получилось, что там глава поменялся, а подрядчик, значит, ушёл вместе с прежней главой. И он долгое время не мог найти подрядчика. Нашёл, он просто свои функции не выполнял. Вот сами главы начинают выходить, потому что они доказывают, что подрядчик просто не выполняет свою работу. Сейчас в районе сложно найти добросовестных подрядчиков. Поэтому администрации, возможно, стоит рассмотреть вопрос о передаче полномочий по уборке снега муниципальным организациям, чтобы держать проблему на коротком поводке. К тому же штрафные санкции, которые хоть как-то влияли бы на ответственность коммунальщиков по очистке территорий от осадков, в Сургутском районе не предусмотрены. Юлия Плескачёва, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.